Вот я в одном убежден, вот несмотря на все эти сложности мы с тобой говорим, безразличие, отсутствие взаимоотношения диаспоры, отношение к руководству страны, которая не хочет и не брать на себя до задачи координации, консолидации и действительно создания такого какого-то частного государственного партнерства. При этом, Сарик, у нас удивительно есть возможность это все сделать за очень короткий срок. Я бы глубоко убежден, что мы можем поднять ВВП Армении в три раза минимум, в три раза, не на 7% в год, за 10 лет. То есть вот сейчас 13 миллиардов, будет 40 миллиардов через 10 лет. Я вот убежден, что это можно сделать, не просто убежден эмоционально, а просто я понимаю, как это сделать. Я убежден, что мы можем сделать так, что 50 из 7 перейдет в Армению и это кардинально изменит процесс внутри Армении. Я убежден, что если мы сейчас соберемся и мобилизируем народ и покажем всему миру и самим себе, что мы сильные, все эти проблемы на границе будут решены намного быстрее и лучше в нашу сторону. Я глубоко убежден, что если мы сейчас вот соберемся, мы решим вопросы Иерусалима и Бейрута и западноармянского языка и не только и восточноармянского языка и того, чтобы в Армении приезжали бы не только армяне, но и другие люди мечтали бы приехать в Армению и жить. Что у нас есть базовая, у нас фантастическая страна с древней историей, у нас есть христианские гуманитарные ценности, которые очень важны сейчас, в сегодняшнем 21 веке. И если мы сейчас можем сделать органическую еду, экологически чистую, воздух и воду сохранить, то я уверен, что мы будем одним из оазисов вообще в этом мире бывшущем, в котором сейчас происходит очень много анаглитов. Нам надо просто собраться с силами, консолидироваться, осознать ответственность, взять на себя эту ответственность и реализовать то, что мы должны делать. Теза номер один. Отечество в опасности. Мы сейчас имеем реальную угрозу потери Армении. И я хочу всех, тех, кто смотрит эту передачу сегодня и будет смотреть потом, объяснить. Если вы это не понимаете, я вам хочу это сказать открыто и публично. Отечество в опасности. И если вы хотите сохранить свое армянство, хотите, чтобы ваши дети были армянами, если вы ничего не будете делать, сидя в Якутии, Владивостоке, в Москве, в Париже, в Глендале, неважно где, в Беруте, вы должны осознать, мы должны все осознать, отечество находится в опасности. Это ответ номер один. Но это недостаточно. Теза номер два. У нас есть шанс реально создать сильную Армению и сделать из нее очень успешным местом проживания для армян и не для армян. Сохраняем наши традиции и ценности. В мире, в котором сейчас разрушается все, разрушается в том числе очень глубинные вещи. Например, из Калифорнии очень много людей уезжают не только потому, что там налоги подняли, потому, что там, ну, происходят вещи, которые неприемлемы для какой-то части живущей там, потому, что там есть разрушение базового понятия семьи, идентичности и так далее, и так далее. Поэтому второе, это единственная уникальная возможность это сделать. Третье. Конечно, это вопрос, когда курица и яйцо, что первое, надо не создать условия, чтобы люди приехали. Я могу сказать, как это было сто лет назад. Я уверен, что у нас можно повторить еще лучше эту историю. Когда Маркирос Сарян из Парижа переехал в Ереван, Париж 1920-х годов и Ереван 1912-х годов, это было в сто раз хуже, чем то, что сейчас между Ереваном и Парижем. Но именно такие люди, как Маркирос Сарян, Таманян, Исаакиан, Амбарцумян, Виктор, который приехал из Ленинграда и все остальные, конечно, за лидерами идут остальные. Если мы сможем, а мы сейчас ставим на дачу, запустить процесс, 10 лучших врачей мира должны приехать в Армению, армян. 10 лучших ученых, 10 лучших учителей, профессоров, преподавателей. И мы должны будем биться в том, чтобы, например, ректор университета Ереванского был бы именно величина мирового уровня. Вот Юрий Уганазиан получил сейчас премию НЕСКО, который открыл несколько элементов. Арад Арзи является членом Академии наука Англии и по инженерии, и по медицине. Я не знаю, там, Нубар Афиан, который создал Модерну и много чего другого. Я ловляд Нуберской премии по медицине, который из Ливана, Армянин. Мы должны делать все, чтобы такого типа лидеры первым переехали, потому что они за собой притаскивают и своих учеников, и детей, и деньги, и проекты. Это все за собой тащит огромных сразу слой. Как Габрилянц, который приехал, я знаю, что идет историю, Габрилянц, последнего министра СССР по геологии, который переехал в Арцах, и он создал музей геологии, там он сделал картину галереи, он создал какого-то количества, сразу к нему приезжало учеников и так далее. Это был просто один человек, а на самом деле это будет критическая масса. И это тез номер четыре. Это даст результат только если это будет сразу массовое, достаточно серьезное количество людей. По отдельности происходили эти вещи, но система перемалывает и выбрасывает. Поэтому четвертый тез, это должно быть сразу и массово. Пятое, те, кто верят, что это возможно, должны сделать все, чтобы помочь этому процессу. Даже если руководство страны на сегодняшний день этому не помогает, надо, оказывается, давление на руководство страны, надо менять систему, надо менять отношения в обществе, и надо это делать. И шестое, я хочу сказать, что все-таки нам мир помогает сейчас. Вот технологические изменения, онлайн-работа, можно сейчас, не надо переезжать полностью навсегда. Да, да, может быть, три месяца сейчас там, три месяца здесь. Конечно, я тоже сочетаю. У меня там с тобой друг Арика Ахвердян, который работает, у него бизнес в Японии, в России, в Америке, а он идет из Армении. Ничего страшного, это очень возможно. То есть, возможно, переехать в Армению и работать с миром. Возможно, остаться в Москве и работать на часть Армении, приезжать в Армении на три месяца, но делать свою работу в Армении. То есть, технологический прогресс, и это тоже очень важно, позволяет нам абсолютно спокойно найти более гибридный вариант переезда, не требующий, как раньше, вот там совсем скрабочный.